добрый день дорогие зрители православного канала экзегет и сегодня мы с вами обсудим такое немножко вызывающее также непонимание разночтение и вообще у многих людей такое недоумение место в священном писании в евангелии от луки это притча о неправедном управителе и неправильном богатстве многие не понимают что же за неправильное богатство и кто здесь собственно говоря ставится нам в пример что же за человек такой и в каком отношении в каком смысле нам необходимо ему с вами подражать и так давайте мы с вами все-таки прочтем эту притчу чтобы освежить ее в памяти и так это 16 глава евангелия от луки стихи с 1 по ну скажем 11 или 12 сказал же и к ученикам своим один человек был богат и имел управителя на которого донесено было ему что расточает имение его и призвав его сказал ему что это я слышу о тебе дай отчет в управлении твоем ибо ты не можешь более управлять тогда управитель сказал сам себе что мне делать господин мой отнимает у меня управление домом копать не могу просить стыжусь знаю что сделать чтобы приняли меня в дома свои когда отставлен будут управление домом и призвав должников господина своего каждого порознь сказал первому сколько ты должен господину моему он сказал сто мер масла и сказал ему возьми твою расписку и садись скорее напиши пятьдесят потом другому сказал а ты сколько должен он отвечал сто мер пшеницы и сказал ему возьми твою расписку и напиши восемьдесят и похвалил господину правителя неверного что догадливо поступил ибо сыны века сего догадливые сынов света в своем роде и я говорю вам приобретайте себе друзей богатством неправедным чтобы они когда обнищаете приняли вас вечной обители верны в малом и во многом верен они верны в малом не верены во многом и так если вы в неправедном богатстве не были верны кто поверит вам истина и если в чужом не были верны кто даст вам ваши и так что же то за неправедное богатство и кого господь ставит здесь на в пример ну как и многие притчи спасителя это такая ситуация вполне хорошо знакома его слушателям ловкий домоправитель которого его хозяин поймал на каких-то надувательствах и объявил ему о грядущем увольнении отдел ну не имея никакого желания не заниматься грубым физическим трудом не тем более просить подаяния изыскивает способ для того чтобы приобрести себе друзей и своего рода такой вот таких должников за счет неправедного богатства то есть имение которое ему не принадлежит имение которое принадлежит его хозяину и он прощает долги хозяину своей властью правителя для того чтобы таким образом привлечь на свою сторону людей которые впоследствии смогут оказаться ему полезны когда он лишится должности управляющего и либо помогут ему устроиться на какой-нибудь подходящие может быть даже подобное же место либо ну окажут какие-то другие услуги не дадут хотя бы первое время может быть ему умереть от голода и поддержит его как-то материально пока он будет искать себе подходящие его амбиции положение и род деятельности и даже сам хозяин дома похвалил как мы видим этого управителя сказал что сказав что он догадлив ну то есть человек понимает что называется в бизнесе не такой уж он в общем-то и бесполезно и может быть участник общего хозяйства знает как делать дела но его ли в данном случае и подобный ли образ действий ставит спаситель нам в пример что здесь нужно иметь ввиду под богатством неправедным может нам устроиться в какую-нибудь фирму начать раздавать ее богатство всем неимущим как такие современные рубин гуда может быть нам как юрий деточкин воровать машины у каких-нибудь неправедным образом их приобретших и раздавать детским домам кто собственно говоря ставится в данном случае нам в пример и что это за неправедное богатство ну как мы знаем конечно слова и притчи спаситель никогда не следует понимать вот в каком-то таком ну совершенно буквально бы призем приземленном смысле спаситель как всегда имеет в виду нечто на самом деле большее и под неправедным богатством он имеет в виду любое богатство вообще не только любое богатство а вообще любое земное имение и стяжание дело в том что любое богатство которым обладает человек на этой земле она является неправедным неправедным не в том смысле что человек как-то его наворовал на хапу занимался приписками или там укрывательством налогов и какими другими противозаконными вещами нет здесь ставится под подозрение не какой-то там способ приобретение богатства и ведения дел которые являются преступным с точки зрения действующего законодательства нет все что человек может приобрести на этой земле неправедное потому что принадлежит не ему любой человек на этом свете в том числе и в таком материальном отношении является не хозяином он является управителем управляющим который в любой момент может быть отставлен от управления этим своим имуществом все то что человек имеет дано ему от бога господь позволил ему распоряжаться не своим но божиим все что мы имеем это все не наше это все от бога он истинный подлинный хозяин мы пришли в этот мир на какое-то краткое время для того чтобы выполнить здесь нашу работу нашу деятельность и ни в коем случае не должны воспринимать то что нам дано как собственное как наше поэтому неправедное в данном контексте означает не то что она приобретена каким-то неправильным путем а то что она в принципе не может быть нашим по справедливости она не может принадлежать нам по справедливости по праведности она все божие поэтому есть простой и доступны практически для каждого способ приобретать себе друзей в царстве небесном царстве вечном приобретать тех кто будет ходатайствовать перед богом как перед хозяином за то чтобы этот человек пускай обладавший неправедным не принадлежавшим ему богатство но распорядившись им верно достоин милости от божий от бога достоин похвалы раздавать вот это неправедное богатство другим людям делиться причем не обязательно давать все мы же видим что этот управитель он же не то что там порви свою эту советует расписку нет просто уменьши там количество не 100 мер 80 или 50 но то есть просто раздать то что явно тебе не настолько необходимо что ты без этого не можешь прожить если у тебя есть какое-то земное неправедное богатство имущество делись с ним делись с теми кто им нуждается это относится и к земному богатству которым люди тем более если господь вручил им для управления это богатство должны позаботиться о том чтобы от него было хорошо не только им но и окружающим это относится их богатство интеллектуальному душевному духовному любому это все не наше до тех пор пока мы не сделаем его своим вечным достоянием все то что мы приобрели на земле все это мы на земле и оставим с нами уйдут только духовные ценности к числу которых относятся молитвы и благодарность людей на этой земле с которыми мы успеем сможем поделиться этим неправедным богатством рано или поздно каждый из нас вот этих управляющих данных ему имением будет отставлен от своего служения оставят все земное приобретение земле оставят тому кто является подлинным хозяином всего этого богатства и подобным тому правителю лишиться этого своего земного дома так вот чтобы не лишиться места в домах небесных в тех домах где с благодарностью вспомнят о том что он сделал на земле человек должен еще здесь этим неправедным богатством поделиться поделиться с теми кто способен будет вызвать похвалу у подлинного хозяина любого земного богатства тем что человек данный ему воспринимал не как свое но как то что дано ему было для служения другим людям и для того чтобы поделиться с ними теми сокровищами распоряжаться которыми господь поставил его на краткое время земной жизни дай бог что бы у нас с вами хватило таких добрых воздыхателей благодарных нам людей которые от сердца скажут спасителю господи может этот человек сделал что-то и не так может быть был и не безгрешен может быть и не был во всех отношениях праведен но будь милостив к нему за то что он поделился с нами тем что имел и что дано было ему в распоряжении в его земной жизни поделился нам во благо и оставил благодарную память о себе в наших душах наших сердцах в нашей жизни внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео